Да, долго рейд проходится, а вы чего думали? Избаловали нас на логовых, которые проходятся по часу, теперь вот страдать, извольте. Привет, Страж, канал Трипл Вайп на связи, и я, Джонни Лей, немедленно, но верно продолжаю делать гайды по рейду «Последнее желание». Первого босса валили, про него уже рассказывал, теперь переходим ко второму этапу и второй ведьме, Шуро Чи. Для начала рекомендации по снаряжению и классам. В идеале нужно два ночных охотника с ботинками арфея, чтобы связывать толпы мелких мобов и делать арбы для ульты всей команде. Также нужен варлок с новой ультой «Колодец света» и «Титан солнцелом», чтобы дебафать босса с удара коленом. Из пушек строго рекомендуется дробовик и кел или любой другой с максимальным уроном, ну и естественно усыпляющий симулянт или шепот червя в третий слот. Итак, механика этапа ориентирована больше на слаженность команды, а не на хороший уровень урона по боссу. Я бы даже сказал, что с уроном проблем тут сильно меньше возникает в любом случае, чем на первом боссе. Сама битва делится на три чередующихся этапа «Чистка мобов», «Фаза урона» и «Пазл». Далее вам нужно разделить обязанности в команде. Нужна тройка, которая будет снимать щит ведьме. Два человека, которые по очереди будут сбрасывать каст, и четыре человека, которые будут проходить этап с пазлом. Сначала чистим мобов. Их тут много, так что как раз для этого я и советовал в команду взять ночных охотников. Их связка поможет справиться со всеми одержимыми быстро. После зачистки начинается фаза урона по боссу. Те трое, которые взяли на себя роль снятия щита, берут релики и одновременно, встав на платформы вокруг ведьмы, пускают луч в своего коллегу. То есть у вас должен получиться такой треугольник из лазеров. Зачем нужно следить на этом этапе? Становиться на платформы нужно, имея полное здоровье, так как платформы будут вас дамажить. Ну и для упрощения заранее обговорите, стреляете вы в левого соседа или в правого, так будет проще не запутаться. Таким образом вы и снимете щит. Как только это произойдет, доставайте свои икел дробовики и дамажьте ведьму. Вам нужно снять ей одно из шести делений полоски жизни. Пока вы бьете ее, она начнет свое жуткое заклинание, тот самый каст, который должен сбить с помощью другого релика еще один член вашей команды. Берете кристалл около платформы и ждете. Тут вам придется ориентироваться только на звук каста. Как только слышите, что идет этот нарастающий режущий звук, ультуйте ведьму с помощью этого релика. Там будет похожа анимация на новобомбу варлока. Все, каст сбит, повторяем только что проделано еще раз, чистим мобов, снимаем щит, дамажим, снимаем каст. Каст на этот раз снимает другой игрок. И затем переходим к пазлу. Нужно действовать быстро и без ошибок, так что слушай внимательно. На полу вы найдете 9 платформ. По трем сторонам этих платформ на стенах будут отображаться большие круглые символы. Вот тут настанет роль тех 4 игроков, которых вы заранее определили как тех, кто будет активировать пазл. Пронумеруйте этих игроков на 1, 2, 3 и 4. Теперь смотрите, 9 кнопок на полу будет идти по нумерации от 1 к 9, как цифры на мобильном телефоне. Но только относительно каждого знака на стене по очереди. То есть вот знак на стене слева, значит кнопки будут от 1 до 9 идти от левой нижней кнопки. Вот знак на стене в центре, значит тут кнопка номер 1 будет в левом верхнем углу. На символе с правой стороны кнопка номер 1 это верхнее правое. Надеюсь достаточно понятно объяснил. Если вы PvP-шер, можете перед собой приложение с телефонной клавиатурой положить на стол и вращать в телефон на столе относительно знака. Хех. Но как занимать эти кнопки? Как вы наверняка уже заметили, символы на стене не полные. В них не хватает 4 деталей мозаики. Так что вот она нумерация по игрокам. Вам нужно визуально представить и поделить эту круглую картину на 9 квадратов и вставать в соответствии с сеткой на те кнопки, которых нет. Важный момент. Один игрок не может дважды вставать на одну и ту же кнопку. Так что если вы видите, что по ходу пазла вам нужно встать на кнопку, которую вы уже занимали, вы должны заранее оповестить об этом команду и вместо вас прыгнет другой игрок. Прыгать на кнопки, кстати, тоже нужно одновременно, поскольку долго стоять на них не получится. Они тоже дамажат. Активировали пазл для каждого из трех знаков. Теперь смотрим наверх. Там появятся летающие платформы. По ним взбираемся на второй этаж и повторяем все то же самое. Две фазы урона, пазл, потом поднимаемся еще. На третий и там тоже. Две фазы урона и пазл. Все. Вы на коне, получили лут, потанцевали и теперь готовы отправиться на битву с третьим боссом. Там уже не ведьма. О нем я расскажу в следующих видео, так что подписывайся и тогда точно не пропустишь. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok